Девушки отдыхают Что он из себя представляет Вообще кто он такой Судя по его выражению лица Но при этом Он странным образом направляет пушку Но это незаметно происходит Он делает это как само собой разумеющий Знаешь, так отводит, так пушку Но при этом прицеливается в акселя И Пилюлькину он задает следующий вопрос Слушай А сможешь ли ты Дим, ты можешь меня прервать в любой момент И сообщить мне, что будет делать твой персонаж Сможешь ли ты Вылечить это И он стреляет В акселя Да Ой-ой-ой И он попал Он попал ему в ногу Стреляет в акселе Попадает этой винтовкой Ему в ногу В общем Так-так-так Блин, я открыл эту винтовку Попадает в ногу аксель Тебе больно? Кидай, пожалуйста, на хт Пипец внутри Моевая ситуация, да? Нет, он просто выстрелил Пипец Че мне на... Я 3D6 Против скольки на Подвигу, тебе здоровье раз Дима смотрит Хотя сам это знает 10 Ну и молчит Сейчас же я попал А все Лучше стрельнул Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Ты можешь мне прервать Любой момент Я тебе же сказал Я теперь выхватываю Нет, 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 ты можешь, давай ретроспективно откатим это, я тебе сказал, что в любой момент можешь меня прервать, как бы, и поэтому, давай, скажи, когда ты мне прервал. Ну, просто не было ситуаций таких ни разу, Дима, чтоб ты, как бы, этот... Я просто, да, что-то, это... Какой в жопу нож, нас завалят здесь, ё-моё. Погоди, короче... Это проверка на вшивость? Да. Он подходит и... Так, стоп, погоди. Так, давай объясняй ситуацию по-новой. Буря, очень всё шумно, он снимает маску, чтобы его было лучше видно, ты замечаешь его? Проблеск такой, знаешь, безумие в его глазах, он поворачивает своей правой рукой, незаметно, делая это, как бы, само собой разумеющийся, как человек, который просто держит баланс, да, как бы, когда он делает шаг, и стреляет акселю в ногу, он, ты понимаешь, что он всё это время прицеливается на самом деле, но незаметно это делает, чтобы вы этого не заметили. Но замечаешь ты, Дим, потому что ты видел этих пророхаванных людей на пустыне, которые играют с жизнью других людей. Так, ну ладно, я понимаю это и... Он будет стрелять, вот сейчас, давай откатим эти события, он будет стрелять явно. Саня, вот здесь он... Я понимаю, что он будет стрелять. Погоди, дай мне пора осуждать просто, я понимаю, что он будет стрелять. Здесь много народу, сами, вот как укушают. Да, много народу. Полезно, жили, мы же не проводят эти люди. Они притаскиваются, я понимаю, что он будет стрелять. То есть, я его уже никак не переубежу, это в любом случае. Значит, надо как-то действовать конкретно. Оооо, надо ли? А мы не можем вмешивать. Какая разница? Надо просто его передо реакцию... Отвлечено. Я его толкаю. Нет? Да ты окажаешь. Да просто заговори с ним. Я ему кричу, стой. Ты кричишь ему, стой. Не, погоди, он уже... Ребята, я вспомнил! Ты можешь в любой момент. Короче, пока он идет, пока он идет... Он не идет, он стоит на месте. Он стоит на месте, он пока снимает маску... Он прицеливается. Подожди, можно я сыграю за Гаррета? Я не... Как бы момент такой, никто не ожидает. Ладно, давай, все, понял, давай. Если хочешь, Дим, передай Денису право там сыграть за Гаррета. Ну просто, Денис, что ты думаешь по этому поводу? А я думаю, я просто элементарно. Вот смотри, что... Вот смотри, вот мое личное. Вот можно, да, паузу поставить? Да-да-да-да-да. Смотри, какая ситуация. Что ты можешь сделать? Выходишь... Нас завалят в любом из случаев. Он стрелять будет в любом из случаев. Но они бегают, ищут шмот. Мы были в складе. Просто я бы со своей стороны... Я вспомнил, ребята, е-мое! Мы же проходили мимо склада, там же 2 лежит! Точно! Пойдем быстро принесем! Ди в теле гневые. Не, а что ты понимаешь? А что, вот почему нет? Надо отвлечь человека. Он стрелять уже сейчас будет. Так ты отвлеки его! Ты как ты его толкнешь, он стрельнет. Он нас перебьет. Понимаешь, он просто ему по кайфу стрелит в ногу. А если ты его тронешь хоть пальцем, он тебя убьет. Ты предлагаешь мне сказать ему то, что... Точнее, не ему, а нам сказать. То, чтобы он обратил внимание на то, что мы уходим. Ему... Он... Он... Смотри, мы сюда пришли. Он сказал. Сказал. Ребята, вы что-нибудь принесли? Я начал говорить по поводу... Этот, как его... Докторских каких-то этих. Он идет, говорит... Вылечи это и хочет стрельнуть. Но мы ему скажем то, что хочет он. Что мы внезапно вспомнили, что мы шли мимо вот этого, как мы были, вы сидели в этом складе. И, по сути, мы принесем что-то сюда. Правильно? То, что ему нужно. Понимаешь, какая ситуация? И тут ты ему скажешь правду. Там есть жиротва, там есть вода, там есть все. Понимаешь, какая ситуация? Ему нужны припасы. Они грабят. И мы знаем, где что-то лежит. Понимаешь, какая ситуация? То есть это уже в плюс сыграет. Он у нас так и спросил, почему мы ничего не принесли. И, может быть, он в отместку вообще решит прострелить башню. Или якобы они бегают, а мы такие крендели вышли. А вот мы такие, давайте мы всех все сейчас вылечим. Понимаешь, какая ситуация? Что бы ты ни сделал, стрелять будешь, тебя убьют. Там, не знаю, толкнешь, тебя убьют. Он осел вот этот. Он твердолубый, е-мое. Понимаешь, какая ситуация? Ему нужно дать то, что он хочет. А хочет он, на данном, у них идет грабеж. Отвлеки и дай ему что хочет. В этом вот мое личное мнение. Ты думай сам, конечно. И, ребята, вы что скажете? Да. Да. Отлично, Жень. Притом ты правду скажешь. Ему ты не будешь кидать кубик на, я не знаю, как Шурик скажет, во-первых, ты ему понравился, и ты не будешь кидать кубик на якобы заговаривание зубов, либо еще. Ты скажешь ему правду, что ты знаешь, где лежит жратва. Понимаешь, какая ситуация? Нет, это мое мнение. Делай как хочешь. Это твоя игра. А золото здесь ценится, нет? В влауте. Нет? Оно бесполезно. Ну тут крышечки. Крышечки. А как они обозначают там? Давай заново проигрывать ситуацию. Так, давай. Начало, как было. Я уже готов, в смысле, все. Мне нравится эта тема. Я готов. Какая, какая? Какая, не знаю. А, ладно. Просто какая тема тебе нравится здесь? Кого? Какая тема тебе нравится? Такие моменты прям. Вообще супер. Ну вот, он стоит. Ты видишь, он снимает маску и поднимает очки, но при этом ты замечаешь, блеск, это безумие. И я говорю, что ой, а что там мы забыли там взять еду и уходим. И просто, и просто четыре трупа падают, ему такие вот, просто в сатылок, ему одному, второму, третьему, четвертому. А у тебя... Сима, Гарретт должен это сделать очень красиво. Сделай-ка против одиннадцати. Папам. Ну, давай! Сейчас 800. Ааааа! Десять. Десять. Одиннадцати. Одиннадцати. Ой, один успех. Тебе повезло, отлично. Вообще, вообще, хорошо. Я ровно прокинул, а ты на один выиграл у меня. Вы вдвоем уходите или кого ты берешь с собой? Пойдем все. Всех забегай. А, Денис, ты время, когда вы уходите, вы этого не замечаете, Денис Ким, пожалуйста, тоже против. Сейчас скажу. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- через 14 против 12 не картину представляю просто в голове то подошли у нас да парень очень сильно разочарован он прям оскалил зубы так видишь как пушка у него кладется в боль вдоль его телу поднимает по локти что аж не присоединишься к своим друзьям это вопрос был это вопрос ко мне да он смотрит и пилюльки на своем подачи подлеча сейчас верно ты можешь зайти попробовать вылечить этих ребят я пол я поворачиваюсь к этому человеку мил сударь я конечно все прекрасно понимаю как бы у меня есть ответственность за ребят с которыми я хожу но все зависит от того что вы предложите то есть как бы мы сейчас бегаем сперва в склад действительно правильно все работают сидят что-то делают мы сбегаем сейчас склад посмотрим что там есть действительно принесем если в этом будет какая-то необходимость я могу осмотреть там раненых у меня есть небольшие познания в этом плане а потом можно будет еще по этому поводу поговорить хорошо а ты слышь как сзади к вам подходит что-то и джексон что мы нашли она в том баре было отлично тащите так что еще так сразу так немножко отходят от тебя на шаг показывает он пальцем этого парня лишь парень надет в балахон не совершенно неприметный слышишь звуки у него есть под балахона у него в руках вот как раз калашников он смотрит так куда поворачивается он замыленный уставший человек которым просто ходишь немножко отдохнуть до оттуда там нашли пил государь останься на парусе и 3 столовой а я а ребятам то помогать будет помогать у ну а давай как бы перетрем они пока меня подождут уходите ребят вы уходите без перерекина я остаюсь не дразнаете судьбу не я остаюсь я остаюсь а нет мы отходим просто в сторону как бы до сторону стоим отходите до сердца картины видимость была я я останусь где-то давай не писал его так сколько здесь два метра вот они стоят да вот два метра все как бы мы стоим здесь разговариваем 3 это значит вы и девчонку укрывали для своих нужд я какую девчонку давай и я сразу как у нас диалог идет с этим я я поворачиваюсь к нему и и начиная рассказывает самого начала что мы сюда как бы прибыли до при этом как ну я не рассказываю то что мы как бы и а ну да то что мэр пытался нас убить да то есть такой я говорю правду то есть говорю как не скрывая что но единственное не рассказываю про грузовик то есть такую тему я начинаю говорить что мы сюда прибыли просто потому что мимо проходили как вон то есть не то что я не обманывая не не рассказываю скажем таким от образом всего мы сюда пришли переночевали а про убийство этих ребят рассказываешь которые убили баре а я зачем я просто пришли то есть мы поступил как скотина и мы они продаде сыты на про убийство ребят что якобы ребята пришли наехали как бы мы сказал если мы от них избавимся у нас как бы при ну как это это как его отпустит юма у нас предал да со своей стороны какого то есть получается убил нашего типа да то есть получается такая тема ну вот это все рассказы что пошел кога смерти и вот такая вот заваруха то есть по сути я вот рассказываю правду только не говорю за грузовик ну именно то что мэр нас предал то есть за этих парней говорю что была перестрелка что не так нагло повели себя и все остальное то есть ты стоишь и рассказываешь тот момент когда ты расскажешь как двое парней тащит девушку как раз таки ту самую а ну-ка стой он останавливает и прерывая тебя на половине рассказа ночью она второй парень смотрит него нашли у нее вот это он протягивает выйти тот самый грядный гранатомет который был у вас когда-то м 27 вот время 29 не помню точно деревянная рукоятка и такой и когда он выстреливает стоит такой звук отличная пушка для такой девочки оси внутрь они затаскивают внутрь и он сделал этот гранатомет смотрит открывает а там отстрелянные гильзы вытаскивает продолжать слушать тебя он ее вытаскивает и бросает ее на пол закрывает подвешивать на себя этот м27 долго 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 вас слушает время как вы замечаете несколько людей уже обкрадывают ваш бар в плане что они его осматривают что ты ищет там лазит и притаскивает оттуда как раз таки те самые гнилые какие объедки вяленое мясо которое было на этих стеллажах помнится и находит одну бутылку пятилитровой воды он тебя слушает слушай долго слушай так значит это вы после когда ты закончил уже внимательно выслушать это не убил тех наемников да я по врачу с груда это наша бригада потому что они со своей стороны угрожали нам и хотели они пришли начали бузить ему и мы подошли к мэру сказали мэр утихомир ребят как бы некрасиво это все ему это делать как бы мы здесь тоже отдыхаем как бы и мы просто посмотрел на нас сказал что как бы у нас тут он мы заплатит да он нам заплатит я мы что просто мы от них избавились получается такая тема понятна ну чё у вас две дороги либо с нами либо уходите я повернулся до пацанов говорю я вас не гоню можете решить выбирайте себе дом получше застолбить его приходите ко мне решим чей-то будет дом если у вас будет спорное какое-нибудь дело я очень быстро решаю такие дела я поворачиваю приятное иметь с такими деловыми людьми дела нет при прям примерно при приятно иметь короче ну короче по кайфу приятно иметь с такими деловыми людьми чё иметь можно приятно общение вообще все хорошо извиняюсь ребятки общение то есть действительно это хорошо мы тогда тут пошляемся с пацанами единственный как бы маленький вопросик вам у нас со светом вообще никак может быть поможете накинете там пару фонариков то есть либо еще что-то наподобие этого есть у вас как бы заначки чё-нибудь пара фонариков и подарить не понял подарить дать на игру я думаю странно я такой мнение батарейки сами найдем ты фонарики тоже наверное найдем мы пойдем порыщем маленько улыбается снова ну мы пойдем ребята давайте посмотрим по блибали ближайшие дома так чё куда пойдем парень уходит этот и скрывается в самом здании какие какие в за у нас замочил зайдем она лечила ему это пипец ему ты чё не безбашенный не кстати я видишь у нас шурик пока дима отошел у нас действительно такая ситуация была первый раз можно ее выставить на паузу или нет смотрите мы договаривались предыдущий раз чтобы на паузу все-таки можно ставить вот так вот просто покажите такой вот символ видишь какая тема я предлагаю почему я про паузу говорю говорю паузу не в не в общем как потому что это глобально мужик когда именно да я просто перефразируем уже когда вот такая ситуация будет мы же как бы ну не всегда можем это понять понимаешь то есть а мастер он должен подсказывать или нет что вот мы можем остаться таком я не сказала что жди дима ты можешь меня остановить то есть это ты ну по правилам да я попросил его я говорю дим вот смотри я буду сейчас рассказывать а ты в любой момент не астана тогда можем ли когда ты вот так вот будешь говорить что тебя можно остановить стоять на паузу мы конечно потому что нас вы просто как дима хотели выхватываю нужно его резать а я бы пока по чесноку скажу отстрелить ногу аксель он хотел потому что ниже всех кинул и акции меньше всех понравился нет а я скажу что я бы сразу тому же но мужику бы в голову выстрелил потому что но я должен защищать ребят поэтому да потом то и дело что тут она грамотно даже не посмотрел на остальных там что-то много народу и нас будет потом всех за вас просто бы завалили и все и фоллау такая тема и короче чё все полосу отжали я поворачивать пацана грым учу ребятки давайте посмотрим чего у нас тут где есть предлагает давайте самую просто халупу чтобы там никого не было то начнется сейчас там это мое идите отсюда нам нужно отсидеться ребята по крайней мере пока в юго идет и просто посмотреть что здесь и как здесь ребят давайте наши кидайте на смотреться или давайте мы может быть и кинем все на смотреться кто на интеллектом то ночью думаем куда да мы хотим новое что-то узорить здесь будет идет она очень сильный ветер не продолжает продолжает фигачить лицо фактически все заполняется песком то есть я со своей стороны поворачиваюсь пытаюсь осмотреть что-то понимаешь да да что что вообще это не как говорю ребятки я к этой к этой обезьяне точно не хочу идти давайте хотя бы в бар обратно уйдем там у нас тем более это не в бар нет смысла возвращаться потому что там мы там уже были были то есть ты хоть ты понимаешь в баре хоть мы знаем куда идти ты хочешь пройди смотреть а другом кто-то ее хотя в баре тоже может это быть ладно давайте пробежимся там посмотрим чё куда в баре кто-то мы слышали там же шумели кто-то оттуда уперли вон воду все все туда все уперли просто века сейчас не как ничто ничего не кинуть чтобы как как сказать они отчеты куда лучше идти нет ника не можно 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 кинуть равно просто будет очень большой минус добру то по силу этом мы с ним просто ребята здесь были они вроде как знают эту местность да то есть что может хранить даже давай ну давай против скольки кинуть говорим нам папа папа давайте скажем так что минус 6 будет поэтому денис минус 8 и ниже же ниже им а 2 6 и ниже из саша 8 и ниже ухты кто-то даже кинул я четыре киява 4 ух и низкий вы смотрите собственно понимаю что здесь еще больших зданий и три большие здания вот таких одно из них даже с колоннадами колонны ты чё колонны такие стоят а понял 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 помпезным входом лестницей видимо из мрамора но там не видно из-за это вьюги все детали конкретных не менее вот этого трехэтажное здание довольно большое это тоже не маленькая сдать об три этажа у него и это большое продолговатое длинное здание на девять этажей верность выполнены из кирпича с кучей окон забитых фанеры а я так описываю потому что ты уже видишь здесь ближе намного чем вот эти другие здания все но я поворачиваю пацаны давай он здание поближе пойдемте более там несколько этажей может действительно там даже если кто-то будет как сказать да там наверно обшарили все уже этот как его по крайней мере там будет больше возможности где-то укрыться там ну я имею ввиду там кто-то на одном этаже кто-то на втором то что она все забита вроде все тем более она вроде покрепчивали чё ребятки побежали туда пойдем нам рассказывать что он знал что тут может что-то стрельнуть здесь народу дофига не буду ничего рассказывать пока увидим а посмотрите вот вы проходите здесь видите вот этот таким девушки да здесь да да вы замечаете знакомое лицо помните вторую барменшу который работал баре у кенни она сейчас стоит распоряжается этими товарищами которые сейчас вытаскивают из бара практически все что там было она стоит винтовкой в руках а вся полностью накрытой одеты в шляпе большой при этом у нее такие огромные очки и респиратор с двумя выходящими оттуда такими цилиндрами большими она смотрит на вас вы узнаете ее по одежде она поворачивается видите локоны волос которых застряло много-много-много песка она приподнимает бровь из-под очков вот так вот махала вам правой рукой и продолжать кого-то орать давай одессеет оттуда а бабела то непростая 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 мы продолжаем идти дальше и вы приходите непосредственно здание и вот на тихой ноте большое здание там уютно тихо никого нет потому что как только закрывается за вами дверь звуки бури прекращаются и вы слышите как играет и фон патефон пластинка играет пластинка и там шаляпин то поет как я не помню какие у него там песни ему прикольная тема молодец хорошо и я чуть-чуть мы мы оглядываемся что мы видим это прихожая большое помещение с кучей лавок вокруг есть стойка но за столько сейчас никого нет большая лестница наверх и это лестница винтовая поднимая она поднимается наверх в ней центре находится лифтовая шахта и сеткой рабицей вас встречает несколько человек говорит о привет эти люди одета тоже в разношерстную одежду кожаные плащи у одного просто кожанка у них сняты респираторы судя по тому какие у них следы остались они смотрят на вас но чё работаете я повернулся груда работаем но как бы не надо кидать на этот реакцию здесь не надо а зачем мы да конечно работаем как бы но все лишь приоритетно сейчас поговорили с главным а слушать эти откуда откуда вы ребятки и как его вообще как звать то этого большого у вас громилу то вы внимательно присматривайтесь к нему одного борода другого просто не брит и все и он полностью лысый а тот который с бородой еще с длинными волосами он седой такой явно в возрасте мужчина с несколькими шрами на лице и куча морщин которые отпечатались у него из-за пыли на лице он смотри ребят давайте сейчас скажу в общем любая комната свободы наверху ваш собираете садить отдыхаете спите спокойно я слежу здесь за порядок канцлер меня здесь назначен тот громила у мэри это канцлер мы его так называем просто так называем ни хрена не канцлер и он решает проблемы когда они возникают быстро лишая грамила с такой пушкой которая гвоздями стреливает стреляет да 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 это она сама и самый эффективный хорошо я поворачиваю слушай ребят у меня как бы вы уже осмотрели тут все как бы чуть со светом и как бы есть тут не знаю мастерская не мастерская как бы надо винтовочку пей перебрать а то что-то этот как его песочка подзабилась немножко и мы верстачки какие-нибудь ничем помочь не можем то что нашли все ваш как только вы это находите орете застолбил если застолбить успел ваши если ситуация спорная идете канцлеру я такой говорю ну хар то есть вы еще я так понял еще не успели облазить все здание на или чё или как то нет здание было дано нам изначально его перенаселение порода не хватало поэтому выставили коробки там снаружи но поскольку коробки это коробки в бурю они не очень приятно мы переселились те места где местные жители их покинули то мы заставляем их покинуть ну хорошо молодцы я смотрю ребятки ушли зачем вы погодите а зачем вы все выносите вообще зачем все вывезем продадим в нкр продадим вашингтон может быть отвезет кого-нибудь куда-нибудь чего-нибудь продаст крышечки а что знаешь другое такое дело когда дар их мало никогда не бывает ну чё ребятки нам говорили насчет какого-то налета на город что может быть даже забудь об этом там нужна куча народу куча солдат хороший план потому что этот город я даже не назвал бы городов это куча свалка какая-то ставить марк мульсы мужчин поворачивая так осматриваю вас очень внимательно палка куча людей они там что-то собирают вечно машины и что-то че я бы не советовал туда засыпаться если вы хотите получить пулю или какой-нибудь гвоздь себе там промеж ног еще куда-нибудь неприличное место ну ну хорошо ребятки спасибо за информацию чё я поворачиваю пацана давайте пойдем надо немножко отдохнуть это в эту бурю прям вообще за этот день что-то много слишком было всякой вот всячины как бы пойдемте отсюда ребята и мы пытаемся подняться на какой этаж ребят я предлагаю давайте как бы не на 2 до так стоять может на самый высокий этаж в этом тоже издание она девятиэтажная или как она ведь даже на 9 представьте себе многоквартирный дом в каждом этаже находится по 6 квартир с продолговатым таким коридором пошли наверх не я просто предлагаю почему повыше чтобы оттуда уже оглядеться когда буря спадет и все остальное то есть как бы игры давайте ребятки давайте повыше как бы понайдем там ник шойка там никого нету на всех этажах или есть кто-то я там куча народа они там отдых ну сейчас тут никого нет но двери явно закрыты на них написано моё на некоторых на некоторых так чё-то не имя нам нужно пока поднимаемся там где ничего осматривать посмотреть если там дверь закрытой на некоторых этажах ходят люди они осматривают чтобы там кто-то не заходил видимо люди знают друг друга здесь а чё-то нам кинуть нет ну что грубо говоря мы просто осматриваем мы просто сейчас время побольше возьмем чтобы осмотреть мы доходим до последнего этажа там какой-то занимаем эту комнатку до свободно но смотрите на нескольких этажах вы замечаете свободные комнаты а как вы узнали что свободная комната а легко в них торчат ключи и нет таблички давай сделаем таким образом на самом высоком этаже есть что-нибудь да там четыре квартиры свободных я я уже кинул я мертвы на я я пацаном на посмотрел на пацану давайте возьмем какую-нибудь угловую как бы неприметную напишем на корябаем саня мы что-то нашли вот пока поднимали а нет ничего просто пустые котик ума давайте весь этаж забавали они он сказал же нам одну комнату может ну как учебу куда занимаем на комнату занимаемся они или можно весь этаж прям занять походите можете занять весь этаж у вас никто не держит вот давайте короче на каждый из комнат належим имена там получается меня небольшие нет то есть там двухкомнатная однокомнатной квартиры ты не такой уж респектабельный дом я ян я напишу на одном моё там я не знаю не могут неприметной комнате которая мы не